Седьмой класс, первая серия. Модуль числа. Модулем или абсолютной величиной действительного числа А называется само это число, если оно не отрицательно, больше или равно нулю. И число, взятое с противоположным знаком, если оно отрицательно. Например, модуль положительного числа плюс 3 – это 3, само это число. А модуль отрицательного числа минус 3 – это число, взятое с противоположным знаком. То есть модуль числа минус 3 тоже равен 3. 3 и минус 3 – это числа противоположные. Они отличаются только знаком. Геометрический смысл модуля. Расстояние от точки, изображающей число на числовой прямой, до нуля. Давайте построим числовую прямую. Ноль – начало отсчета. Допустим, одна клетка – это длина единичного отрезка. Отметим точку с координатой 3 и минус 3. 3 и минус 3 – числа противоположные. Они отличаются только знаком. Точка 3 находится на расстоянии 3 единичных отрезка от нуля. Если откладывать от нуля вправо. А если отложить 3 единичных отрезка от нуля влево, то получится точка с координатой минус 3. Итак, точки 3 и минус 3 находятся на одном и том же расстоянии от нуля. Одна находится справа от нуля, другая слева. Итак, числа противоположные имеют равные модули. Модуль положительного числа – само это число. Модуль нуля – ноль, потому что от точки с координатой ноль до нуля – ноль. А если под знаком модуля число отрицательное, то модуль от отрицательного числа равен противоположному числу. Итак, модуль числа 3 равен 3. Модуль противоположного числа – минус 3 тоже равен 3. Давайте рассмотрим некоторые свойства модуля. Эти свойства будем применять, решая уравнение с модулем. Так, модуль числа А всегда принимает значение неотрицательное. Модуль положительного числа – само это число. А если под знаком модуля число отрицательное, то надо взять ему противоположное. Модуль минус 3 равен 3. Второе свойство. Числа противоположные имеют равные модули. Модуль числа минус 3 равняется модулю числа плюс 3. Третье свойство. Если известно, что модуль числа А принимает значение В, при этом В неотрицательно, то число А равняется В или минус В. Вот это свойство будем применять, решая уравнение. Так, пожалуйста, первое уравнение. Решить уравнение. Модуль Х равняется 8. Применяем свойство третье и даем ответ. Х равен 8 и х, может быть, равен минус 8. То есть данное уравнение имеет два корня – 8 и минус 8. И действительно, от точки 8 до 0 – 8 единичных отрезков. И от точки минус 8 до 0 – тоже 8 единичных отрезков. Это числа противоположные. Второе. Решить уравнение. Модуль Х равняется минус 3. Модуль разве может принимать значение отрицательное? Нет, не может. По первому свойству это должно быть не отрицательное число. Решения нет. Третье уравнение. Модуль Х минус 2 равняется 0. Модуль 0 равен 0. Значит, Х минус 2 равняется 0. Х равен 2. Это уравнение имеет единственный корень. Х равен 2.